Когда в ваш дом врывается, как правило, группа лиц с агрессивными намерениями, вы имеете право, в случае их агрессивных действий, вот они начинают на вас идти, достаньте пистолет, всех пристрелите, нож в руках, всех порежьте, бита, топор, все, что у вас есть, положите их всех здесь, вызовите полицию, забирайте трупы этих бандитов. Сегодня, наоборот, они на вас нападают, достают пистолет, вы, спортсмен, допустим, выдели пистолет из их рук, из этого пистолета пристреливаете их, вас сажают, вы превысили пределы необходимой обороны, ребята с кулаками были, а вы вдруг их же пистолетом, их убили, это все уже. Тюрьма 5, 7, 10 лет. Это мы теперь должны убрать. Мы даем право гражданам, защищайте ваш дом. Сегодня в программе. Личный контакт и адресная помощь. О работе депутатов в регионах. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов в рубрике «Слово депутата». Вторая мировая война. Правда во имя мира. Кто сохранил Германию нынче, мы. Кто вывел оттуда советские войска, мы. Кто оставил там американские войска, они. Международная молодежная конференция под таким названием прошла в Госдуме. Об ошибках и горьком опыте войны в рубрике «Политдневник». Учиться с детства и до старости. Образование. Это то, что нужно всем нам. Пятидесятая международная выставка «Образование и карьера в Москве» в рубрике «Панорама». Все ли ветхое жилье такое уж ветхое? И почему дом индивидуальный крепче многоквартирного? Прямо сейчас, в главной теме. Владимир Жириновский принял участие в парламентских слушаниях, посвященных новым механизмам переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Лидер ЛДПР считает, что необходимо создание специальных госпрограмм не только для ремонта жилья с высокой степенью износа, но и льготное финансирование строительства нового и, прежде всего, индивидуального жилья. Ветхое жилье, не будем брать стихийные бесы, образуется в государственном секторе. Я не встречал ветхих домов в частном секторе. Человек следит за каждой дощечкой, за каждой баночкой краски, шпингалетом. Ремонтирует постоянно, что это его жилье. Поэтому здесь, конечно, проблема, перебор с государственным сектором жилья. Если бы мы давно, лет 50 хотя бы назад, дали возможность, чтобы было больше частного жилья, то мы вот этого фонда ветхого жилья. Здесь что плохо? Люди живут и не могут изменить свои условия. Вот мучительный процесс ожидания. А государство не успевает. Развитие строительства частного индивидуального жилья – программная позиция ЛДПР. Но также в партии уверены – человек должен быть законодательно защищен от потери своего единственного жилья, вне зависимости, ветхое это жилье или нет. Вообще можно изъять жилье из гражданских сделок. Но вот юристы какие-то сопротивляются. Они живут в хороших особняках и они считают как бы нарушение права на имущество. Твоя квартира и делай все, что хочешь. Можешь остаться на улице. Так нельзя. Это же наш гражданин. Потом он напился, потом его отрезвители восстанавливают. Это по-русски и кругу так вот идет. Один у другого отбирает имущество, в основном жилье. А другие, понимаете, будут наживаться на частных отрезвителях. Третий в судебных делах, адвокаты. То есть страдает простой человек, а зарабатывают все. Заинтересованность некоторых администраций городов и целых регионов в ремонте и восстановлении ветхого жилья настораживает. Зачастую перевод здания в разряд ветхого или аварийного выгоден нечистым на руку чиновникам. Очень любят у нас ветхие здания. Ведь легче снести, построить новое. Нет, не сносят. А это вот тоже проблема. Почему объясняю? Новое здание строится быстро и за короткий период времени не успеете украсть. Деньги заложены в строительство. И расценки известны. Бетон там, перекрытие, плитка. Как там узнать? А ветхое жилье может закопать много-много денег. Во-первых, сроки неизвестно когда. А у нас там яма образовалась. Ну давайте изучать. А там черепок нашли исторической важности. И у нас много любителей заниматься ветхим жильем. Мы это ремонтируем. Здесь какая-то историческая ценность или еще что-то. А главное, строительная фирма получает сроки резиновые. Никто не скажет, что пора заканчивать. Нет, ну что вы, посмотрите. Там нужно еще поставить арматуру, там и припить, там фундамент, там эти подводные воды и так далее. Все будут говорить. И деньги, деньги идут. Все знакомы с деятельностью депутатов в Государственной Думе. Это широко освещается в прессе, на телевидении и в интернете. Но кроме публичной, законодательной деятельности, есть обязательная для каждого депутата часть работы. Менее заметная, но от этого не менее важная. Работа в регионах. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по регламенту и организации работы Государственной Думы, Александр Борисович Курдюмов, рассказал нашей программе, какую работу с избирателями ведут члены фракции ЛДПР. Основная проблема в том, что никто не слышит население. Чиновники отпихивают их, отталкивают, не хотят разговаривать, хамят, грубят на местах. А депутаты просто не выезжают в свои регионы. Или же выезжают в свои регионы, но никак не обозначаются и не встречаются гражданами. Может быть им, допустим, депутатам от партии власти соберут главы администрации залы с одними и тем же людьми, с бюджетниками, с администрацией и так далее. А вот именно конкретно с проблемами туда люди не приходят, потому что их просто не пускают. Самое главное для депутата в работе на местах – это личный прием граждан, уверен Александр Борисович. Я приезжаю в город Муром Владимирской области, приходит 60 человек за день, имеется в виду личный прием. Проблем много, проблемы практически одинаковые по всей России. Это ЖКХ, это дороги, это здравоохранение, это, к примеру, заработная плата, это пенсии. Очень много людей, которые уехали с Украины, с Казахстана, с ДНР к нам и никак не могут получить гражданство здесь, в России. Личные встречи с избирателями, адресная помощь в каждом конкретном случае, прямой контакт с жителями регионов – все это делает возможность изменить жизнь страны к лучшему, уверенно заявил в заключении Александр Курдюмов. ЛДПР – самая активная партия, и депутаты Государственной Думы, не только Государственная Дума фракции ЛДПР, у нас в каждом регионе есть депутаты законодательного собрания от ЛДПР, есть депутаты в городской доме. В каждом регионе есть представители, есть депутаты от ЛДПР. И в каждом регионе есть штаб-квартира ЛДПР, куда люди могут прийти и пожаловаться, и принести, скажем так, свои обращения. Ну и, естественно, в каждом регионе есть приемные депутатов Государственной Думы от фракции ЛДПР. Поэтому везде можно найти наши штабы, везде можно найти наши приемные, где их всегда ждут и всегда помогут. В Москве в стенах Госдумы прошла Международная молодежная конференция под девизом «Вторая мировая война. Правда во имя мира». Молодежная палата выступила одним из организаторов форума. На дискуссионных площадках эксперты из 35 стран обсудили итоги Второй мировой войны и Нюрнбергский трибунал. Мы полностью за нашу победу, ее чтим, за великие достижения. Надо посмотреть, почему, каковы были причины наших поражений. И доставка, и вот той политики, которая сегодня происходит, она не вчера сгородилась. Все, что случилось после революции 1917 года и Великая Отечественная война 1941-1945 годов и распад СССР в 1991-м – все это последствия незаконного захвата власти большевиками. За колоссальными потерями, которые понес наш народ во время войны, власти СССР совершили ряд ошибок, которые требуют оценки и осуждения. Мы пришли в Германию. Британцы говорят, давайте полностью ее разделим. Убрать всю промышленность, ликвидировать армию, все убрать. Пусть сажают там хлеб, аграрные такие вот отдельные территории, никакой единой Германии. Сталин говорит, нет. Мы получили с вами главную страну НАТО, Германию. Она сегодня уговорит Европу. Кто сохранил Германию в нынешнем виде? Мы. Кто вывел оттуда советские войска? Мы. Кто оставил там американские войска? Они. Мы победители, но мы ушли. Любой человек логично рассуждает. Слушай, какие же они победители, если свою армию убрали еще в 1994 году? И как же это американцы не победители, если они стоят в Германии? Аналогичная ошибка произошла и с Восточной Европой. Именно советская власть вывела войска с территорий, освобожденных от фашизма в 45-м году. По Восточной Европе. Правильно мы освободили. Ну как можно было сказать? Восточная Европа. Вы все воевали на стороне Гитлера. Мы ставим здесь русские войска на 100 лет на полном вашем содержании. Всю промышленность мы переводим в Россию и часть населения в Россию. Восстанавливайте нашу страну. Ваши венгерские дивизии, итальянские, польские, болгарские, все воевали, кроме Португалии. Ошибки необходимо признавать, но самое главное, их надо исправлять. Только так мы сможем минимизировать потери для общества в будущем, уверенно заявил в заключении своего выступления Владимир Жириновский. Очень многое сделалось при советской власти. Неоспоримо. Я закончил два вуза, у меня было две квартиры, две машины. Сегодня многие этого не могут иметь. И все это было в пределах средних таких возможностей. У нас не было ни аллигаторов, ни того. Но правды не хватало. Причина, я заканчиваю. Однопартийный режим. Мы до сих пор не хотим назвать причину наших поражений. Мы говорим, вот память и снесли. Да не было бы однопартийного режима, не было бы этой войны, не было бы этих потрясений, не было бы того горя. Причина одна. Как мы управляем собственной страной? Назовите еще одну страну в Западной Европе, где был бы однопартийный режим. Ни одной. Посмотрите, в Британии, еще не понятно, кто будет премьер-министр. Посмотрите, в Америке, непонятно, кто будет президентом. Посмотрите, в Германии и так далее. И все противоположные силы. Тогда легче принять правильное решение. Я призываюсь к тому, чтобы по жизни мы дальше шли, чтобы разные точки зрения. Примите правильное решение. Через несколько лет из-за ошибки исправьте ее. И никого не сажать, никого не арестовать, никого, так сказать, не обливать грязью, ни сонить с другой стороны. В московском гостином дворе прошла 50-я традиционная международная выставка «Образование и карьера», где собрались тысячи абитуриентов и выпускников вузов. Многие из них здесь получат ответы на интересующие их вопросы, касающиеся выбора места обучения или поиска работы. Образование – это то, что нужно всем нам, начиная с детского сада. И до глубокой старости. Сегодня, благодаря современной технике, учиться можно всегда. Учиться тому, чему вы хотите научиться. Самое неприятное, когда вы изучаете то, что вам не очень нравится. Но хочу сказать, что все знания пригодятся. Нету лишних знаний. Все это то, что вы столкнетесь в жизни. Владимир Вольфович сам является учредителем высшего учебного заведения – Института мировых цивилизаций и очень хорошо понимает важность образования в современном мире. И вот я вижу здесь знамена Института мировых цивилизаций. Там меня встретили ребята из МГИМО. Там автодорожный колледж. То есть все, что есть у нас – десятки, сотни, тысячи вузов по всей стране. Но эти знания очень нужны. Вы скажете, тяжело учиться. Согласен. Но снижайте нагрузку. Не надо обязательно на пятерки там или сверхбаллы. Постепенно, но постоянно, понемногу. И чтобы вы получали удовлетворение. Лидер ЛДПР считает выставку «Образование и карьера» важным элементом профориентации. Здесь молодые люди могут за один день познакомиться с разными профессиями, поговорить с преподавателями и студентами вузов. Обязательно деньги придут. Обязательно будут хорошие квартиры. Все, что надо, вы купите. Но это все к вам придет за ваше умение. За вашу хорошую профессию. И нету профессии, не слушайте, что какие-то профессии отомрут. Знания не отомрут. Вы переключитесь быстро на другой профиль. На другую работу. Но все ваши полученные знания вам всегда пригодятся. Поэтому учитесь с наслаждением. Занимайтесь физкультурой. Занимайтесь художественной самодеятельностью. Радуйтесь, что вы самое счастливое поколение новой демократической России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова